Дэвид Портланд Книги и тетради и, наконец, вылез из-за парты Ты выучил урок по астрономии? Конечно, господин учитель Отлично Скажи, сколько естественных спутников у планеты Сатурн? Десять, господин учитель Хорошо Назови их и ухажи в хронологическом порядке, когда они были открыты Титан Неуверенно начал перечислять Дэвид Япит Рея Диона Тефия Энцелад Мимос Гиперион Тут он запнулся и, покраснев от напряжения, уставился на носки ботинок Ну так, дальше Отбодрил его учитель Недостает еще двух Феба и... Феба и Янус Верно Ну а теперь второй вопрос Как иначе называют Титан? 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 Его называют лунной двадцати рук Объясни почему Не знаю, господин учитель А должен был бы знать Дэвид С упреком сказал учитель Я задал на сегодня прочитать отрывок из приложения к учебнику Если бы ты его прочел, то мог бы ответить на мой вопрос Да, господин учитель, но я не стал его читать Почему же? Дэвид Портленд заколебался, но потом вскинул глаза на учителя и выпалил Потому что я не люблю астрономию В классе стало необычно тихо Изумленные взгляды учеников словно были прикованы к лицу Дэвида Учитель Круппенс нисходительно улыбнулся Да, не люблю Осмелев, повторил Дэвид Тип, терпеть ее не могу И потом Зачем она мне, эта астрономия? Космонавтом я стать не собираюсь Я хочу быть хирургом, как и мой отец И не на какой-нибудь планете, а здесь, на Земле Учитель снова улыбнулся Не рано ли ты выбрал себе профессию, а вдруг передумаешь Дэвид немного растерялся Под пристальным взглядом учителя он прикрыл ладонью глаза Дай-ка мне твою книгу, Дэвид Учитель взял учебник, заглянул в оглавление, быстро перелистал страницы На, держи, сказал он, протягивая Дэвиду раскрытую книгу Прочти вот здесь, это рассказ неизвестного автора 21 века Читай повнимательнее, я вызову тебя еще раз Низко опустив голову, Дэвид поплелся на место под хихиканье друзей Он тяжко вздохнул, скорчил ехидную рожу сразу всему классу И углубился в чтение Знакомо ли вам, хотя бы в общих чертах, строение одноклеточного организма? Так вот, космический корабль Ибис походил на такой организм Он не был смонтирован или собран по частям Его обшивку не сваривали и не стягивали болтами Словом, он совершенно не напоминал механизм отдельной части, которого можно вынуть или заменить Нет Корпус Ибиса был цельным и, создавая его, ученые строго следовали принципам новейшей теории молекулярных сил Внешний Ибис ничем не отличался от современных космических кораблей Разве только был поменьше и не столь быстроходен Не спорю, в его конструкции имелись кое-какие дефекты Но 60 лет назад, как-то Ибис отправился в свой первый полет И проект Крузиуса и Благовича стал реальностью Все славили новое чудо техники Ибис имел электромагнитное управление Крузиус и Благович блистательно доказали на практике Что для межпланетных путешествий космическим кораблям больше не нужно реактивное горючее Особый ускоритель, антиграф, генератор антигравитационного поля Позволял кораблю легко преодолевать любые пространства по гравитационным линиям, пронизывающим космос Это было поистине гениальное открытие Настоящий переворот в технике Год 2025 ознаменовал собой конец атомной и начало электромагнитной эры Но, увы, именно этот год оказался одним из самых трагических в истории человечества Едва Ибис блестяще завершил третий пробный перелет Земля-Марс-Земля Как на нашей планете неожиданно для всех Вспыхнула страшная эпидемия желтой чумы Сейчас, вероятно, лишь самые глубокие старики помнят о тех кошмарных днях Впрочем, я в этом не уверен, ведь известно, что события, отличающиеся особой жестокостью, невольно вызывают защитную реакцию человеческого мозга И почти всегда вступают в действие закона подсознательного оптимизма Побуждающего о нас забывать все неприятное Так или иначе, но нет ни одной книги по истории и медицине, в которой не упоминался бы тот злосчастный год Подсчитано, что за полгода эпидемия унесла полтора миллиарда людей Почти половину всего населения Земли И если другой половине посчастливилось уцелеть, то этим земляне обязаны к Симедрину, который добывали на Титане И к космолету Ибис, который с неслыханной быстротой долетел до шестого спутника Сатурна Полет не был опасным До этого человек уже не раз ступал на поверхность спутников Сатурна Более того, он проник на планету Уран Сумел облететь и досконально изучить всю Солнечную систему И все это на устаревших уже теперь атомных кораблях Словом, Ибису не грозила серьезная опасность Не было оснований бояться и каких-либо неожиданностей В самом деле, тридцатидневный полет протекал как нельзя лучше Но при посадке на Титан произошла небольшая авария Был поврежден антиграф Только через двое суток командиру корабля Арнел Лагерсону и инженеру пилоту удалось обнаружить Что хотя индикатор стоит на отметке нормально Драгоценная энергия антигравитационного устройства катастрофически убывает Мы подчас похожи на погонщика верблюда в пустыне Который преспокойно идет во главе каравана и не замечает, что у него продырявлен бачок с водой Сказал Арнел Лагерсон В навигационный салон, где собрался командный состав корабля, вошел бортинженер Алексей Я укрепил соединительные кабели и осмотрел весь комплекс антиграва Теперь все в порядке, доложил он и посмотрел на свои перепачканные в масле руки Подумать только двое суток мы спокойно спали и ели И даже не подозревали, что в конденсаторах утечка Я готов сам себя высечь Перестань, сказал второй пилот Фултон Я все думаю, как это могло случиться Арнел Лагерсон отошел и пристроился в углу Он неподвижно глядел прямо перед собой, то и дело негромко похрустывая пальцами К нему подсел Фултон Вероятность утечки энергии в антиграве примерно однотысячная, сказал он, учти так же, что отказал предохранительный клапан Мало того, не сработал и аварийный Это уж чересчур В ответ Лагерсон только пожал плечами Ничего не понимаю, продолжал Фултон Тысяча, помноженная на миллион, дает миллиард Слышишь, шарная? Вероятность была одна миллиардная Везло Нечего сказать Твои расчеты не верны, сказал Лагерсон Посадка была не особо удачной, и многие клапаны вышли из строя Что ж в этом странного? Так уж случилось, и теперь нам приходится худо А что показывает индикатор антиграва? Мало утешительного Пока 650 килограммов ниже предельной нормы Но если учесть, что люди и механизмы весят 1600 килограммов То нетрудно подсчитать На корабле 950 килограммов лишнего груза Лагерсон до боли закусил губу И сокрушенно покачал головой Плохи наши дела, Фултон Да уж, хуже некуда Фултон осмотрелся по сторонам Словно одним единственным взглядом Хотел окинуть все вокруг Легко будет сбросить эти лишние 900 килограммов Лагерсон созвал всех офицеров Не дожидаясь особого приглашения К ним присоединились Алексей, Ирина и доктор Паульсон Прошу всех вас держать случившееся втайне Сказал командир корабля Незачем заранее тревожить экипаж Он поднялся на командный мостик И медленно побрел в свою рубку Чувствуя себя смертельно усталым и близким к обмороку Старею, подумал он Скоро сорок Многовато Многовато для такой работы Он закурил и взглянул в плексигласовый иллюминатор Отсюда Титан казался безжизненной равниной Насколько мог охватить глаз, скованный ледяным панцирем Из расщелин в синеватых ледяных глыбах Тонкими красными струйками Вытекал к семидрин, стеляясь над самой поверхностью планеты Лагерсон не раз бывал на Титане Впервые он прибыл сюда в 2011 году, когда производил съемки местности А затем вторично, ровно через 10 лет, делал новые периодические съемки И вот теперь он попал сюда в третий и, как опасался, последний раз Примерно в 300 метрах от корабля из-за ледяного холма показались космонавты В громоздких термических скафандрах они двигались медленно, гуськом Неся на плечо баллоны с ксемидрином, собранным из расщелин После долгих часов утомительнейшей работы Лагерсон узнавал своих людей по походке Не всех, конечно На корабле было несколько новичков Но каждого, с кем ему доводилось летать прежде Он, не колеблясь, узнал бы и за тысячу метров В изнеможении он прилег на койку 900 килограммов Их нужно сбросить любой ценой Но Лагерсон не мог сосредоточиться на этой мысли Он поймал себя на том, что думает об иррациональности мира и самой истории Право же, нелепо Если мир организирует из-за какой-то ничтожной, неизвестной доселе бактерии А спасительное лекарство можно добыть только в миллионах километров от Земли А, впрочем, возможно, в этом есть своя логика И даже счастливая закономерность Ксимедрин Когда много лет назад на Титане производились первые съемки местности Кто бы мог подумать, что реденькие красные струйки газа принесут спасение человечеству А врач из Гамбурга Ведь это он догадался, что в борьбе с бактерией можно использовать только ксимедрин Он случайно обнаружил это, изучая всевозможные катализаторы для получения противоэпидемической сыворотки Но была ли то случайность или же закономерность? Лагерсон попытался представить, что произошло бы, вспыхняя эпидемия годом раньше Когда проект Крузиуса и Благовища существовал только на бумаге Обычному космическому корублю На атомном горючем понадобилось бы около года, чтобы достичь Титана За это время человечество успело бы вымереть Чигарета потухла, и Лагерсон погрузился в беспокойный сон Он стремительно несся куда-то на легком облачке Вдруг ноги его налились свинцом, он свалился вниз, и его поглотила бездонная пропасть Разбудило его слабое стрекотание звонка Он выверил свой хронометр с двумя циферблатами для земного и путевого времени Пора обедать Умывшись, он спустился вниз Обед проходил в полнейшем молчании Доктор Паульсон не скрывал своей озабоченности Фултон старался держаться как можно спокойнее Ирина и Алексей время от времени обменивались загадочными взглядами Снизу, где обедали остальные члены экипажа, доносился приглушенный гул голосов — Сколько сегодня собрали ксимедрина? — спросил Лагерсон — Двенадцать килограммов, — ответил Фултон — Еще два выхода, и мы соберем нужные шестьдесят — Нужно обойтись одним выходом — Почему же? Все равно улететь мы сможем не раньше, чем через двое суток — Знаю, — буркнул Лагерсон — Но я хочу, чтобы все члены экипажа были тут, когда потребуется начать работы по уменьшению веса корабля — Составьте список, без чего по-вашему можно обойтись, — обратился он к Ирине — Укажите вес каждого предмета — Вы, Алексей, подготовьте список предметов не самой первой необходимости, а вы, доктор — Подсчитайте минимальный пищевой рацион и предельный запас кислорода — Боюсь, что нам придется потуже подтянуть ремни и напрячь легкие Он поднялся и направился к выходу — Да, чуть было не забыл, — сказал он Фултону — Завтра, когда закончите сборки Симедрина, потрудитесь изъять оружие у всех членов экипажа — Выверни-ка карманы, Джон — Джон сердито фыркнул — Тебе говорят, выверни карманы, — командир повысил голос — На стол упались сигареты, зажигалка, пилка для ногтей и рожок амулет — А где бумажник? — рявкнул Лагерсон — Вот, держите, — буркнул Джон, вытащив бумажник из заднего кармана брюк — Командир, хриплым, умаляющим голосом, сказал он — Тут только фотография жены, а она и ста граммов не весит — Молчать, — приказал Лагерсон — Клади все, и часы тоже Джон сгреб все свое добро в кучку и уныло поплелся на место На столе уже высилась груда всевозможных вещей, при виде которых сердце старьевщика забилось бы от радости Тут были вечные ручки, булавки для галстука, записные книжки, цепочки, цветные карандаши Следующий К столу подошел человек лет сорока с клокоченными рыжими волосами Это был новичок — Клифт Ивенс, — командир, — доложил он — Выверни карманы, Клифт — Уже сделано, — командир, — сказал Клифт и показал вывернутые карманы брюк Клифт хотел было отойти, но Лагерсон вернул его — Сними кольцо, Клифт — Я уже пробовал, — командир, ничего не выходит Смажь мылом, и если и тогда не поможет, придется тебе расстаться с пальцем Экипаж в полном составе Наконец зажегся зеленый глазок Затем красный И снова зеленый Что показывает индикатор? — Двести пять килограммов лишку, командир Арнел Лагерсон растерянно провел по лицу рукой Выброшены все столы, диваны, кухонные инфроплиты, предохранительные ремни, посуды Они лишились всего, что создает определенный комфорт Освободились от того, что не является предметом крайней необходимости Чем же еще можно поступиться? — Фултон, — сказал командир, — сколько осталось аварийных скафандров? — Пять — Выбросите три, доктор Паульсон, пойдемте со мной, нам нужно обсудить вопрос о рационе Едва доктор и командир корабля поднялись наверх, космонавты, взволнованные и обеспокоенные случившимся, разбрелись по залу Одни уселись прямо на пол и, сжав голову руками, застыли неподвижно с закрытыми глазами Другие, стараясь не думать о трагической перспективе, пытались шутить и смеяться Боба Арджитая, девяностокилограммового верзила из дыревика, окружала небольшая группа людей — Что это за штука, сила тяжести, делана наивным тоном? — спросил Боб — Сразу видно, что ты осел, сейчас я тебе объясню, дуралей Его приятель Джо, стоявший рядом, засучил рукава — Представь себе, что ты сидишь у себя в небоскребе на сорок первом этаже Так вот, я беру тебя за шкирку и выпихиваю в окно, а потом вдруг отпускаю — Ну как, сообразил? Что тогда произойдет? — Это ты зря, Джо, — сказал кто-то, — ровным счетом ничего не произойдет — Боб из духа противоречия возьмет и на зло тебе не упадет Кто-то засмеялся, кто-то в сердцах пожал плечами, а те, кому надоело слушать плоские шутки, отошли — Кроме смеха, друзья, — сказал Боб, — я и в самом деле этого не понимаю Нечего строить, и себя все знают, ведь вам известно ровно столько, сколько мне Индикатор показывает, что у нас 205 килограммов лишних Так неужели, черт побери, из-за каких-то жалких 200 килограммов мы должны торчать на этом Титане? Попробуй тут разберись — Ну разве ты не осел? — воскликнул Джо — Попробую объяснить тебе понагляднее Вообрази, что у тебя имеются весы с чашами На одной чаше сидишь ты, а на другой лежит груз весом 90 килограммов Что произойдет, если ты тоже весишь 90 килограммов? — У меня ничего не придумал, — воскликнул Боб — Ясное дело, весы останутся в равновесии — Вот именно, — согласился Джо — Чаша весов не опустится и не поднимутся Но если ты вынешь из кармана пиджака ручку и выкинешь ее То чаша с грузом опустится, а тебя слегка подымет, понял? — Болван! — воскликнул Боб — Как действуют весы, я с пеленок знаю — Но антиграф работает на том же принципе, — сказал Джо — Разницы никакой — Ну ладно, тише, Фултон идет Фултон подошел к группе космонавтов — Вот что, ребята, — дружелюбно сказал он — придется нам выбросить всю лишнюю одежду Боб Парджитай захохотал превосходно Сделанным энтузиазмом воскликнул он — Командир, видно, решил отправить нас домой в одних трусиках — Ну, довольно забаскалить, — прервал его Фултон — Снимайте-ка ботинки, рубашки, белье — Приказ распространяется на всех, без исключения, — спросил Боб — Фултон кивнул — И к девушке наверху он тоже относится? — Разумеется — Вот это прекрасная новость, — Сержитай стал радостно потирать руки — Надеюсь, инженер Алексей Платов не рассердится, если его невеста разок-другой спустится сюда к нам — Ну и кретин же ты, — разозлился Фултон — Да ладно, это я так пошутил, — оправдывался Боб, — чтобы ребят приободрить — Фултон рассеянно посмотрел на него, потом сжал его локоть — Легонько хлопнул по плечу, повернулся и, чеканя шаг, пошел к двери — До отлета оставалось 18 часов — Лагерсон, Фултон, доктор Паульсон, Алексей и Ирина собрались наверху в главном салоне — Так вот, — сказал командир, — учтите, что ксимедрин трогать нельзя — Мне приказано добыть 60 килограммов, и я привезу ровно 60 килограммов, не граммом меньше — Все согласно кивнули — Ничего не поделаешь, — вздохнул врач — Сейчас на индикаторе антиграва лишних 64 килограмма в нашем распоряжении — 18 часов, чтобы отыскать лишние килограммы — Нам их никогда не отыскать, — сказал Алексей на корабле — Нет больше ничего лишнего Лагерсон пристально поглядел на друзей, а те, в свою очередь, смотрели на него так, словно решение проблемы зависело только от него одного Снизу слышался глухой ропот космонавтов Никто больше не смеялся Недовольство нарастало с каждой секундой — Чего вы от меня ждете? — со злостью спросил Лагерсон — Конечно, проще всего собрать всех и сказать — Друзья, один из нас лишний, давайте кинем жеребий, и тот, кому не повезет, должен умереть в одиночестве — как брошенная собака Четверо офицеров не отрывали от него взгляда, и в их глазах читались растерянность и немой упрек — А кое-кто из вас считает, что я должен добровольно покинуть Эбис, не так ли? — Еще бы, ведь я командую кораблем, а командир обязан покинуться — Показывать пример — Никто этого не говорит, — отозвался Фултон — Смешно — Обычно в случае опасности капитан покидает корабль последним, а я, по-вашему, должен покинуть его первым И Лагерсон неестественно рассмеялся — Послушай, Арне, во время посадки индикатор антиграва был блокирован, может быть, он просто испорчен, — сказал Фултон — Что ты хочешь сказать? — Он показывает 64 килограмма лишнего веса, но, возможно, это ошибка, почему бы нам не попытаться взлететь? Лагерсон на секунду задумался — Согласен, — сказал он — Можно попробовать Двадцать минут спустя Алексей нажал кнопку Корпус космического корабля вздрогнул и завибрировал Лагерсон не отрывал взгляда от альтиметра Пятнадцать секунд пролетели в напряженном ожидании — Ноль! — в ярости крикнул Лагерсон — Мы не поднялись ни на сантиметр Все снова собрались в центре салона, командир обратился к Паульсону — Ну а что вы предлагаете, доктор? — Нам остается только сесть на жесточайшую диету Через три-четыре дня мы изрядно похудеем и сумеем взлететь — Невозможно — Не вижу другого выхода, командир Либо полетим без ксимедрина, либо подождем, пока народ похудеет — Доктор, вы забываете, что курсы время полета были рассчитаны заранее Если мы отложим полет на несколько дней, то наткнемся в пути на облако Б-36 А это верная гибель Значит, лететь надо либо через восемнадцать часов Либо через двадцать дней, когда нам уже не будет угрожать встреча со смертоносным облаком — А нельзя отклониться от курса? — Нет Тогда нужно подняться к орбите планеты, а это связано со значительной потерей скорости Мы прилетим на двадцать дней позже срока, не говоря уж о дополнительном риске А вы представляете себе, что значит — опоздать на двадцать дней? — Знаю, — сказал врач — На земле каждый час умирает в среднем тридцать тысяч человек Вы это уже неоднократно повторяли, но что я могу сделать? Разве моя вина, что вспыхнула эпидемия? — Замолчите И не подумаю, вы сами интересовались моим мнением Лагерсон повернулся к нему спиной Опустив голову, он расхаживал по кругу вдоль стенки корабля, то и дело в ярости, ударяя рукой по обшивке — Хорошо, попробуем сократить дневной рацион вдвое, — сказал он — Ничего не получится, Арне, — спокойно заметил Фултон — Ты уже дважды снижал норму, да к тому же у нас осталось всего несколько килограммов концентрата — Значит, надо вылить шестьдесят четыре литра воды — Арне В голосе Фултона послышались мрачные ноты — Посмотри, сколько у нас осталось воды Нам и так приходится беречь каждую каплю Еще раз урезать запас воды и кислорода, значит, обречь полет на верную неудачу — Мане приложу, что делать, — пробормотал Лагерсон — Неужели на корабле ничего больше нельзя убрать? В командирской рубке были сняты все пульты Часть рубильников была заменена пробками Все приборы, не вмонтированные в корпус, были выброшены — Проклятый корабль! — крикнул Лагерсон — Цельнокроенное чудище! Ничего нельзя демонтировать, подточить, вырезать! Будь ты проклят! Он заметался по салону, словно зверь в клетке Потом вдруг замер и бессильно прислонился к стене Его взгляд упал на Ирину И ее густые длинные волосы Он представил, как острые ножницы срезают тонкие пряди Одну за другой Нет, это не выход из положения Даже если обрить всех наголо Больше двухсот-трехсот граммов не наберется Но туманная мысль о ножницах Вызвала у Лагерсона страшную, но заманчивую картину В голове звучали жестокие слова Смаш-мылом Если и тогда не поможет, придется расстаться с пальцем Доктор! — обратился он к Паульсона Да, командир Доктор! Лагерсон умолк В нерешительности и дрожащей рукой потер подбородок Доктор! Скажите! Сколько весит человеческая рука? Паульсон вздрогнул По-разному, негромко сказал он В среднем Килограмма три-четыре Лагерсон не сумел сдержать довольные ухмылки Боюсь, что нам понадобится ваше содействие Доктор Паульсон бросил на остальных умоляющий взгляд, словно взывая о помощи Вы в состоянии сделать двадцать ампутаций? Доктор гневно пожал плечем Я спрашиваю, вы можете это сделать? Разумеется, могу Но в такой ситуации я никогда этого не сделаю А я говорю, сделайте Рявкнул Лагерсон Он выхватил лучевой пистолет и навел его на Паульсона Тот невольно отступил назад Вы не имеете права меня принуждать Повторяю, я никогда на это не пойду Послушайте, Паульсон Паульсон Умоляюще сказал Лагерсон Я нашел последние шестьдесят четыре килограмма Ваша задача убрать их с корабля Если вы откажетесь, я вынужден буду прибегнуть к силе Да господи, кто вы, чудовище или авантюрист? Тыщущий дешевой славы, воскликнул Паульсон Вы что думаете, вам по возвращении памятник поставят? За такие художества вас судить будут? Хватит, прервал его Лагерсон Фултон, Алексей и Ирина направились Было к нему не с места, крикнул Лагерсон Вы слышите, сказал Паульсон Он сошел с ума, он хочет отрезать руку каждому из вас Ирина побледнела и невольно прижалась к Алексею Лагерсон снова вскинул пистолет Послушайте, люди Уставшим голосом произнес он Послушайте меня, друзья Не знаю уж, как вас называть Возможно, я и в самом деле немного не в себе А возможно, доктор прав, и я действительно ищу славы Либо крупных неприятностей Но все это пустые разговоры, и мы только зря теряем драгоценное время Поймите, Ибису опасность не грозит Вашей жизни тоже Если бы речь шла только об опоздании на двадцать дней Проблема решалась бы очень просто Немного гимнастики, чуть меньше калорий И мы преспокойно взлетели бы с этого проклятого титана Но вы же знаете Что сейчас Любое промедление смерти подобно На карту поставлена жизнь миллионов людей Я знаю, от вас требуется беспримерное самопожертвование Вы можете настаивать, чтобы я пожертвовал собой Но это несправедливо Почему именно я? Он помолчал Даю вам полчаса на размышление Я изрядно поломал голову Теперь ваша очередь Если вы не хотите жертвовать рукой Найдите способ убрать лишние шестьдесят четыре килограмма Но коль скоро иного выхода не будет Придется делать ампутацию Он отер с лица холодный пот и бессильно опустился на пол Веки отяжелели и слепались перед глазами Расплывался туман У меня жар, подумал он Фултон прислонился к стойке индикатора И застыл, как изваяние Паульсон нервно ходил из угла в угол Бормоча что-то себе под нос Ирина и Алексей стояли молча Тесно прижавшись друг к другу Я знаю, о чем вы сейчас думаете Сказал Лагерсон Надеетесь, что кто-нибудь из членов экипажа Не выдержит Вярости броситься на меня И я его пристрелю Тогда все трудности разрешатся сами собой Не правда ли? Но кто же захочет таскать для нас каштаны из огня? Нет Дорогие друзья На этот раз каждому из нас придется делать это самому Лагерсон все говорил, говорил Его лихорадочная, бессвязная речь Что сбивалась на проклятие То перемежалась горькими сетованиями Фултон Слабо позвал он Ты Способен добровольно умереть Один, как перст на этом чертовом Титане Второй пилот нахмурился И ничего не ответил Так как же Фултон? Не унимался Лагерсон Не знаю, у Арны, возможно и нет Тогда почему же вы глядите на меня с таким укором? Ведь мы не пчелы И не муравьи Вообще не насекомые мы Что куда хуже Жалкие и трусливые люди Перед глазами у него вставали страшные видения Переполненные больницы Больные лежат в коридорах И даже во дворах А по улицам в бессильной ярости Проклиная собственную беспомощность Мечутся врачи По дорогам мчатся составы Груженные мертвецами Из печей крематория Доносится бесконечный запах дыма Все человечество постепенно превращается В облако пепла Лагерсон посмотрел на хронометр И так, сказал он, ваше время истекло И сразу всех Придавила гнетущая тишина Каждый мысленно погрузился На самое дно отчаяния И ощутил дрожь ужаса Ну хорошо, разорвал тишину доктор Паульсон Мы достаточно долго оскорбляли друг друга Пора приниматься за дело Ему нужны бинты, сказал он Много бинтов и медикаментов Которые уже успели выбросить за борт И еще он нуждается в помощнике Немедли вызвали Джо, который когда-то учился На медицинском факультете Джо явился вместе с неразлучным Бобом Арджитаем Джо, вы умеете делать укол в вену? Приходилось, доктор Оденьте скафандр, Боб, приказал Лагерсон Возле корабля в куче всяких прочих вещей Валяются две-три коробки с бинтами Найди их, спроси у доктора Что еще ему нужно Боб в полнейшей растерянности Уставился на командира Ему стало страшно Страшно, что едва он покинет корабль Дверца захлопнется И его бросят одного В ледяной пустыне Лагерсон, видимо, понял его состояние Он уже было собрался повторить свой приказ Но его прервал Фултон Я пойду, сказал он Лица Лагерсона просветлело Значит, ты со мной согласен, Фултон? Как всегда, Арне Командир облегченно вздохнул Он почувствовал, как мысли его прояснились Кровь быстрее потекла по венам И он вновь обрел привычную бодрость Продолжая расхаживать по салону Он энергично отдавал распоряжения И следил за их исполнением Когда Фултон вернулся с бинтами Лагерсон приказал всем собраться В навигационном салоне Речь его была предельно краткой Люди слушали в полнейшем молчании Утратив дар речи от изумления И вдруг Клифт Ивенс заплакал Взрослый мужчина Плакал, хлюпая носом Как мальчишка, которого наказали Ни за что, ни про что Но почему, скричал он Почему нельзя выбросить ксимедрин? Выбросим его ко всем чертям Или подождем двадцать дней? У тебя есть жена, Клифт? Тот кивнул А дети? Двое, командир Тогда попробуй меня понять, Клифт Мы покинули землю больше месяца назад Вдруг за это время твоя жена И твои дети тоже заболели Клифт вытер рукавом нос И поднял голову Кое-кто смотрел на командира мрачно и зло Грозно сжав кулаки И словно ожидая лишь сигнала Чтобы броситься на него И это не укрылось от внимания Лагерсона Он вскинул пистолет И навел его на стену Постепенно Лица людей прояснились Гневные огоньки в глазах погасли Первым буду я, сказал Лагерсон Последним Фултон Это не потому, что я вам не доверяю Хотя, впрочем словом Я хочу избежать Возможных беспорядков Вероятно, сразу после операции Мне будет довольно скверно На это время командование примет Фултон Прежде чем подойдет его черед Я уже буду на ногах Остальные 18 человек Бросят жребий В какой очередности им будет сделана операция И последнее Возможно, кораблю удастся взлететь До того, как будет закончена Последняя, двадцатая операция Так вот Я хочу, чтобы вы ясно поняли На это рассчитывать нечего Уж если нам суждено потерять руку То через это пройдут все За исключением, понятно, доктора И только когда 20 рук Будут выброшены за борт Я нажму кнопку Так что хныкать бесполезно После этого Я выброшу и пистолет Вот и все Алексей и Ирина стояли поодаль Крепко держась за руки Лагерсон подошел к ним Поверьте, мне очень жаль, Ирина Ведь вы и Алексей Он умолк Алексей ничего не ответил Ирина тоже молчала Они смотрели на командира Грустно, но спокойно Лагерсон пошел дальше Вглядываясь в лица космонавтов Доктор, сказал он дрогнувшим голосом Я готов Можете начинать Дэвид позвал учитель Ты закончил? Дэвид встал, взял книгу и направился к доске Заложив пальцем открытую страницу Глаза его блестели, а щеки стали пунцовыми Теперь ты понял, почему Титан называют так же лунной двадцати рук? Да, господин учитель Так вот, Дэвид, после рейса Ибиса прошло четыре столетия И с тех пор каждый космонавт считает для себя высочайшей честью Если после многих лет подвижнического труда и самопожертвований Его награждают орденом пурпурной руки Тебе понятно? Конечно А что? Что стало с доктором Паульсоном? А, с доктором Ибиса Он тоже был удостоен множества наград и высоких почестей Ну а потом Одним источником вскоре после этого он погиб в автомобильной катастрофе Другие же утверждают, будто он покончил жизнь самоубийством Самоубийством? Ну почему? Не знаю, дружок Возможно потому, что только ему никто не мог тогда ампутировать руку Объект 22 Это Лино Альдани Итальянский писатель-фантаст 20 века, ну и начало 21-го Он умер в 2009 году Лино Альдани считается одним из основателей национальной школы, если хотите, фантастики в Италии Вообще он математик по образованию И это рассказ, который называется «Луна двадцати рук», если быть честным Это у него совершенно другое окончание Там есть еще буквально два небольших абзаца, но Я в какой-то веке позволил себе категорическую вольность, и мне кажется, что остановиться на той фразе, где остановился я Кажется более драматичным Переписываю классиков Но тем не менее Дэвид потупился, учитель стал рассказывать о беспредельности и красоте космоса О незнакомых мирах, где не ведают земных горестей Мирах бесконечно далеких и необозримых Дэвид сел на место, а учитель продолжал урок Его слегка гнусавый голос разносился по классу Ученики сидели молча и как зачарованные ловили каждое слово учителя И только Дэвид был погружен в свои мысли Завтра он как следует выучит задания И больше не будет болтать и отвлекаться на уроках астрономии Но сегодня он не в состоянии слушать учителя Он думает о том, что отец, верно, сильно огорчится Но он не хочет больше быть хирургом Земной шар для него теперь слишком мал Он поднимает глаза, и взгляд его приковывают висящие на стене звездные карты Постепенно очертания окружающих предметов исчезают И Дэвид остается один Зачарованный волшебным мерцанием далеких светил Лину Альдани Луна 20 рук Объект 22 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...